Пока площадь Сахарова занята мобильным пунктом вакцинации от коронавируса, собрание общественников представителей власти перенесли на другую площадь – Свободы. Здесь собралось немного барнаульцев, те, кого не испугали низкие температуры. Все они зеленые активисты, и вопрос повестки дня о сохранении сквера в центре города для них особо значимый. В парках, наоборот, спокойствие, особенно гулять с кем-то очень приятно, а вокруг домов где гулять. Не только сохранение зеленых зон, но и перспектива застройки центра Барнаула волнует общественность. Она давно и настойчиво призывает власть открыто обсуждать эти проблемы, учитывать мнение неравнодушных горожан. Мы обратимся к губернатору Алтайского края, мы же говорим с тем, что самое главное наше требование, чтобы создать постоянно действующую площадку для такого рода диалогов. И надо признать, что на этот раз власти Барнаула пошли на диалог. Они предложили участникам акции продолжить совместно собрание уже не на улице, а на закрытой площадке в российско-немецком доме. Здесь, обсуждая возможную застройку площади Сахарова, горожане дали волю эмоциям. Мы считаем, что есть определенные места, определенные общественные пространства, которые должны сохраниться в том виде, к которому мы привыкли. Это прежде всего, конечно, это центр наш города, это Ленинский проспект, это площадь Сахарова. Больше сотни людей поставили подписи против застройки этого места. Впрочем, довольно жаркой получилась дискуссия вокруг уже проданного участка на речном вокзале. Должны быть конкурсы. Такие важные места в городе, они должны проходить через конкурс и никак иначе. О застройке центра города говорили долго. Одно из ключевых предложений – ввести мораторий на застройку любых зеленых зон Барнаула. Эту инициативу власти поддержали. Органы местного управления разрешения на сегодняшний день не выдавали застройку ни одного объекта на территории площади Сахарова. Поэтому мы вниманием и уважением относимся к мнениям общественности. Поэтому постараемся учесть ваши предложения при осуществлении государственной политики городской администрации. Воробьев подчеркнул, что на особом внимании у руководства города сохранение парков. К примеру, юбилейный предлагают отдать краевому учреждению. Какому именно, правда, не уточняют. А судьба сквера на Сахарова пока так и остается под вопросом. Недавно стало известно, что Министерство образования и науки России не утверждало финансирование на строительство нового корпуса АГУ. А пока эта тема в Барнауле остается одной из центральных повестки. Общественники надеются, что компромисс между горожанами и властью будет найден до того, как будет поставлена точка в этом вопросе. Анара Шагирова, Александр Антропов. День с толком.